МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости дня в студии Мария Губина. Здравствуйте. В ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двойная норма. На каждый квадратный метр старой русы обрушилась полтора ведра воды с неба. Автомобилисты плавали у виадука. Самый малонаселенный район с доблестным прошлым и неплохим потенциалом. В Отере прошло выездное заседание правительства области. Будущее партизанского края губернатор обсудил с ветеранами. Береста в страну восходящего солнца. Новгородский умелец передает технику берестоплетения гостья из Японии. В четырех районах Новгородской области, в Латовском, Шимском, Солецком и Старорусском, указом губернатора введен ветеринарный карантин. Причиной стала вспышка африканской чумы свиней на площадке от корма новгородского бекона в Волоте. Все поголовье свиней на промышленном комплексе и в частных подворьях в радиусе 10 километров будет уничтожено. Специалисты уверяют, поводов для беспокойства у потребителей продукции предприятия нет. Очаг был купирован вовремя. Серафима Корша подробнее. Передвигаться по территории Волотовского района теперь можно только так. Каждый въезд и выезд фиксируются специалистами ветеринарной службы. Автомобиль внимательно осматривают. Колеса обрабатывают септустином. Специальным дезинфицирующим средством, которое обижалось на даже к самым живучим бактериям и вирусам. Сегодня ветеринары и сотрудники МВД дежурят круглосуточно. Посты расположились в радиусе первой зоны заражения АЧС, то есть 5 километров от предприятия «Новгородский бекон». На сегодняшний день мы четко понимаем, проведены все лабораторные исследования, вчера были отобраны пробы, в ночь были проведены все анализы, что на сегодняшний день сама производственная площадка «Великонавгородский мясной двор» благополучна. Все пробы дали отрицательный результат. То есть геном вируса АЧС в готовой продукции компании не обнаружены. Все началось еще в пятницу утром, когда сотрудники предприятия обнаружили падение первого животного. Оперативно были взяты анализы и уже в 9 часов вечера работу полностью приостановили. То есть ни больные животные, ни переносчики вируса за территорию Волотовской площадки «Новгородского бекона» уже не выходили. Так что, как уверяют специалисты, обычным покупателям бояться нечего, для паники нет причин. Ситуация затронет лишь тех, чьи подсобные хозяйства оказались в первой зоне заражения. Надо сказать, что в целом при строительстве комплексов, крупных синовических комплексов, безусловно, проводится очень большая работа по исключению, максимально возможному исключению домашнего поголовья свиней в радиусе 50 километров. Эта работа была проведена, свиней там немного, то есть порядка 40 с небольшим особи мы будем изымать в личных хозяйствах. Потери частникам будут компенсированы. Что касается самого предприятия, убытки будут возмещены страховкой. В ближайшее время все поголовье, находящееся на площадке Волоте, будет уничтожено. А это 37 тысяч голов свиней. По правилам, возобновить производство можно будет лишь через год. Однако специалисты рассчитывают, что благодаря своевременной ликвидации больных животных и правильной дезинфекции, проблему можно будет решить значительно раньше. Из Волотовского района Серафима Карша, Галуз Гивандян, Новости, Новгородское областное телевидение. Великий Новгород и Старая Русса оправляются от удара стихии и сохнут. Сильнейшие ливни в первом городе усложнили жизнь пешеходам, во втором – автомобилистам. Мощный ливень обрушился на Старую Руссу в ночь на субботу, разом окатив райцентр месячной нормой осадков. Лило на берегу Полисти практически все выходные, и в итоге те самые 78 миллиметров воды, которые обычно выводают в Руссе за 31 день июля, вылились на город дважды. На каждый квадратный метр с неба свалилось полтора ведра воды. Ливневая канализация в центре перестала справляться практически сразу же. Специалисты оценивают ее износ примерно в 70-80%. Улицы в районе Виадука ушли под воду, став отличным поводом для горожан запечатлеть последствия разгула стихии и поупражняться в создании клипов. Коммунальные службы ликвидировали подтопление, как пишут наши коллеги из интернета здания «53 новости» с помпой, то есть по старинке откачали воду. Работы продолжались и сегодня. Вот так выглядела улица латышских гвардейцев во второй половине дня. Большая вода ушла, осадочек у водителей остался. Я, конечно, ездил там уже, но просто сейчас гидроудар не хочу склопотать, поэтому не очень хочется здесь ехать сейчас. Вот, поэтому лучше я развернусь и дам поеду. Дня три уже здесь так. Нас откачивают, откачивают, но просто так, как и солнце, и дождь, поэтому здесь всегда так. Да как еще бардак-то, говорит. У меня есть бардак. Что я еще могу сказать? Ну вы уже сколько дней, получается? Так вот суббота я здесь ходил, по коленам в воде ходил. У меня и запчастник же было получить. Но там разнулся, я спошел пешком сюда в воде. В областном центре лило не так сильно, но и этого хватило, чтобы под воду ушел подземный переход. Новгородцам утром пришлось в нарушение правил курсировать по путям. Причем совсем недавно объект был капитально отремонтирован, в том числе и ливневка. Но автоматическая система водоотведения не выдержала первого же испытания. Ее функцию пришлось взять на себя работникам с насосами. На данный момент тоннель осушен и открыт для пешеходов. Причины несрабатывания автоматики системы водоотведения выясняются. На данный момент ведутся работы по автоматике водоотведения. Добавим, ремонт подземного перехода у вокзала был проведен за счет РЖД и обошелся компанией в 12 миллионов рублей. Выездное заседание областного правительства сегодня прошло в Поддаре. Перед началом заседания глава региона Андрей Никитин посетил местные социальные объекты, в том числе и пострадавшие от прошлогоднего разгула стихии. Алена Сувтина с места событий. Поддарский детский сад в прошлом году не смог устоять перед ударом стихии. Смерч лишил крыши над головой десятки дошколят. Сегодня веселый детский смех на игровых площадках означает лишь одно – кровля восстановлена. Причем качественно проверку прошла летними ливнями. Чем помочь? У нас, в принципе, всем довольны. Нам вот Елена Викторовна помогает. Если что, мы к ней обращаемся. Зарплата у нас хорошая у воспитания. У нас средний целевый показатель сейчас 31 тысяча 67 рублей. Очереди из родителей, желающих отдать малышей в Колобок, не наблюдается. Мест хватает в семь, а вот педагогов, мечтающих здесь работать, предостаточно. Чего не скажешь о медицине. Тут настоящий кадровый голод. У нас с кадрами проблема, да. Нам мобильный ФАП надо. Для ФАПа они работают. Спасти ситуацию поможет покупка передвижного ФАПа. Она запланирована на 2019 год. Пока же выкручиваются как могут. Пациенты довольны. О чем лично сообщили губернатору. Выздоравливайте, ладно? Хорошо? Хорошо. 86 – это еще не возраст. Еще надо дальше жить. Хорошо. Поэтому за здоровьем следите, пожалуйста, ладно? Мед не ешьте. Хорошо? Справедливости ради стоит сказать, что желающие работать в поддорских медучреждениях есть, звонят, интересуются и не приезжают. Жилья для них нет. Задача первостепенная, замечает глава региона, и ставит вопрос ребром уже на заседании правительства. Вопрос жилье будет до конца года решен. Планируется приобрести две квартиры. Выполнение поручений губернатора – одно из главных условий. Не субординации, хотя и это тоже, а улучшение качества жизни людей. Причем поручения должны выполняться с точностью до запятой. Поручения по Любытинской школе и обустройству там курсов по беспилотному пилотированию прошло очень странный путь. Я даю поручение о том, что давайте мы в этой школе поможем организовать кружок беспилотной робототехники. Ну, раз дети этим занимаются, надо их поддержать. Понятно, что здесь область должна помочь. В результате полутора месяцев вхождения в недрах нашего уважаемого Министерства образования, и где-то там еще, мне приходит поручение на подпись следующего содержания. Главе Любытинского района найти деньги и построить этот кружок сделать. Спасибо, как говорится, занимайтесь. Спасибо уважаемому руководству Министерства образования. Коллеги, то, что я говорю, должно исполняться так, как я говорю. О поручении на сегодняшнем заседании правительства было сделано немало, равно как и предупреждений. В очередной раз губернатор повторил, что нужно сокращать административные барьеры для бизнеса и посоветовал главам наказать своих замов за невыполнение. День отчета – 31 июля. Из Поддарья Алена Сувтина, Савва Ушаков, Новости, Новгородское областное телевидение. Во второй половине дня о будущем и развитии Поддарья Андрей Никитин пообщался с ветеранами и активистами района. Встреча состоялась в местном краеведческом музее. Восьмое место по площади и только 22-е по численности населения. О том, как возрождать Поддарские районы и привлекать сюда молодёжь, Андрей Никитин говорил сегодня с местными жителями и ветеранами. Эта земля всегда славилась своими героями сельского труда. В советское время здесь насчитывалось восемь совхозов. Раньше сеяли шесть с лишним тысяч гектар посевных площадей. Сколько мы? Десять гектар по плану сеем? Ну, в основном, знаете, это… Основным производством сельское хозяйство остаётся и сегодня. Выращивают картофель, разводят овец и крупный рогатый скот, производят мёд. Новой точкой роста для Поддарья должен стать туризм. В партизанском крае есть что рассказать подрастающему поколению и их родителям. Всё, что здесь видите, всё накоплено на нашей земле, на наших лесах и болотах. В трудных условиях лисисто-болотистой местности было очень воевать, у нас так сотка писалось. И огромные-огромные потери. Мы в Поддарьском районе ходим буквально по костям, потому что ещё очень много-много-много людей не найдено. Здесь же в Велебёлке расположен уникальный по своей сути музей партизанского края. По словам губернатора, необходимо приложить все усилия, чтобы он работал не только летом, но и круглый год. В Новгородском корпусе спасателей пополнение. В строй встали новобранцы. Десять выпускников профильного вуза сегодня заступили на свою первую вахту. Новобранцы – выпускники Санкт-Петербургского университета МЧС России. Шестеро молодых людей и четыре девушки. Теперь они будут назначены на свои должности и начнут карьеру в чрезвычайном ведомстве. Направляются три сотрудника в подразделение надзорной деятельности, три сотрудника в подразделение Центра управления в критических ситуациях и подразделение по тушению пожаров. В семье Фёдоровых сегодня двойной праздник. Сергей Борисович папа воспитал сразу двух спасателей. Сначала Дмитрий сделал выбор глядя на отца, а потом и Виктория пошла по стопам мужчин. Пять лет они постигали спецдисциплины, ну а сегодня официально вступили в ряды МЧС. Своим примером показывали, как надо работать, как жить. Вообще выбор их личный выбрали сами, никто не доставлял. Я приехала к своему родному брату на присягу. Любилась, видела девушек в форме, бантики, учебное заведение, строй. Мне очень понравилось, и я уже начала потом этим болеть. Готовилась, стремилась, поступила. Уже закончила. К службе молодые люди приступят через 30 дней. Для начала для них будут проведены инструктивные занятия, а на первые три месяца службы за новыми кадрами закрепят наставников. В Пестово на несколько дней вернулась зима. Вопреки показаниям термометров на старт вышли биатлонисты. Межрегиональные соревнования по летнему виду лыжно-стрелкового спорта на приз первого президента Федерации биатлона прошли на востоке Новгородской области уже в третий раз. В честь нашего региона отстаивали хозяева трассы Пестовчане. Репортаж Юлии Бабич. 73 стартует юная пестовчанка Ксения Шурахова. В этих соревнованиях, посвященных первому президенту Союза биатлонистов России, она участвует третий год и на этот раз надеется получить свой лучший результат. Боля к победе и собранность не дали спортсменке отчаяться даже после досадного падения у самого огневого рубежа. Девушка быстро собралась и без промаха поразила все пять мишеней. Неудивительно, она готовилась к этим гонкам, не жалея сил. Больше уделяю времени на турниках, чтобы были руки, ноги там сильные. И тренируюсь шесть дней в неделю. Получается один выходной. И в неделю должен один разгрузочный день по одной тренировке. Итог. Второе место. Своё серебро девушка отвоевала уверенно. У юных спортсменок из Московской области их на гонках считали самыми сильными претендентами на победу. Отличается очень сильно, например, Московская область. Они давно занимаются этим видом. Они нам и принесли это сюда. В Смоленской области неплохие дети. Но вот по одному ребёнку, где родители больше уделяют внимание своему ребёнку, им нравится, там есть и результат. Стрельба и сильные ноги – залог победы, уверен Николай Большаков. В биатлоне нет неважного, уверяет он, влияет на результат, насколько хорошо спортсмен выспался и поел. И, конечно, качество трассы. К покрытию здесь вопросов нет. Всё хорошо, но проливной дождь осложнил участникам гонки задачу в разы, утверждает замкнувший тройку призёров Максим Буслов. Непростая. Очень влажная, роли раскользят. Ехать тяжело. Но всё обошлось. Ты доволен своим результатом? Вот так, как ты хотел, ты проехал? Я проехал. Проехал именно. Я достаточно не очень хорошо, но отстрелял хорошо. Я доволен, в принципе. Новгородских мальчишек на пьедестале победителей в этот день не было. Лавры забрали спортсмены из Московской области. Всего же на дистанцию в 3,5 километра у девушек и 4,5 километра у юношей. В этот день вышли 125 человек. Из Вологодской, Смоленской, Московской и Ленинградской областей. Новгородский регион представляли только пестовские ребята. Из Пестова Юлия Бабича, Галут Гивандян. Новости. Новгородское областное телевидение. Четверть века новгородский умелец и знаток исконно русского искусства Владимир Ярыш плетёт из бересты и не даёт этому умению кануть в глобальной паутине и хай-теке. Своим искусством он активно делится не только соотечественниками, но и с зарубежными друзьями. Сейчас, например, учит промыслу гостю из Японии. В мастерской побывала Наталья Савицкая. У гостей из Японии уже всё получается very nice. Юрий Акуцу приезжает на обучение к нашему умельцу не в первый раз. На их счету совместный проект по плетению целой берестяной лодки. Теперь на ней плавают на острове Хоккаидо. Так что рука набита. Четвёртый день занятия. На столе уже готовый туесок. Да, пожалуйста. Не протекает? Не протекает, да. Окей? Пу, в воду. Значит, работа удалась? Конечно. Are you satisfied with this? Да, конечно. Сейчас Юри оформляет очередную сумочку. А вот готовая, в абсолютно русском стиле. Юри утверждает, будет щеголять с ней по Токио каждый день. Такие аксессуары в Японии всегда в моде. Их безумно ценят, как и всё, что возвращает к народным корням. Само искусство плетения из бересты там тоже существовало давно. Но найти настоящего традиционного мастера, у которого захотелось бы учиться, Юри смогла только в России. Прочитала его книгу и решила брать уроки у самого автора. Всё больше и больше мастеров в Японии, которые занимаются берестой. Но я, говорит, хочу быть в числе первых. Поэтому я сюда и приезжаю, к тебе сюда, в Россию, в Новгород, чтобы каждый раз новые идеи брать и быть на шаг впереди. Потому что она достаточно амбициозная, работоспособная до безумия. Уже 25 лет Владимир Ярыш обучает в своей студии всех, у кого есть желание плести из бересты. На домашние мастер-классы приезжали гости из Америки, Швеции, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы и Франции. Мастер путешествует и сам. Только что вернулся из США. Два месяца в шести штатах обучал тонкостям ремесла местных мастеров. Его стиль изучали в Германии и на Тайване. Так что трудности перевода ему точно не страшны. С Юри они, кажется, вообще понимают друг друга с полуслова. Береста в Японии получается очень сухая, с ней тяжело работать. А в России, в Новгороде, она более податливая, мягкая. Так что наверняка домой через границу Юри повезёт не только готовые изделия, но и материал. Впрочем, для японцев всё это традиционные русские сувениры. Но эта туристка помимо них везёт ещё и знания. А на родине Юри будет передавать их японским детям. Наталья Савицкая, Галуз Гивандян, Новости, Новгородское областное телевидение. К новгородской бересте с особенным трепетом относятся и археологи. Накануне годовщины обнаружения первого послания из глубины веков учёные пригласили всех желающих в Театр времени на Троицкий роскоп. Бабушка с дедушкой были в таких экспедициях в Крыму в своё время. Мы рассказывали ему много, поэтому мы хотели ему показать, как здесь это происходит, как историки раскапывают древние поселения. Археологов дождём не испугаешь. Нескольких желающих узнать, о чём писали сотни лет назад, тем более, отменять встречу из-за непогоды не стали. Просто переместились в Театр времени под крышу. Троицкому роскопу в этом году исполняется 45 лет. За эти годы он подарил учёным более 450 берестяных грамот. Какие-то находки читаются без особого труда, но есть и головоломки даже для именитых учёных. Первое, что мы делаем, это буква за буквой списываем текст. И подряд. Грамоты, деления на слова не было в грамотах. Подряд списываем текст. Потом нужно разделить на слова. И, уверяю вас, это не всегда легко. Были такие случаи, когда Андрей Анатольевич даже, это было потрясающе, просто целая грамота, две строчки, замечательно всё написано, исключительно почерк замечательный. И мы смотрели, как бы, рано на новый ворот. Первая берестяная грамота была найдена 26 июля 1951 года. Это событие во многом определило дальнейшую судьбу новгородской археологии. И спустя 67 лет новгородцы с интересом читают фрагмент письма 14 века. В нём обращение, скорее всего, от родителей, которые готовы отвечать за сына должника и требуют его найти. Угадать смысл устарелых фраз любопытным горожанам, навскидку, не получилось. Просто интересно узнать что-то новое. И что уже для себя нового открыли? Как вам грамоты, допустим, их содержания? Да, очень интересно. Язык, непонятие. Эти встречи на Троицком раскопе учёные называют его долгожителем. В преддверии Дня Бересты добрая традиция в любую погоду. А дата 26 июля считается одним из главных праздников новгородских археологов. Юлия Бабич, Сава Ушаков, Новости, Новгородское областное телевидение. У меня на сегодня всё. Интересные информации вы всегда можете поделиться по телефону нашей редакции 70 30 03. Впереди реклама и прогноз погоды. Я прощаюсь с вами. Желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин